Крест из пиццы квадратных разрезать на кусочки и из этих кусочков сложить квадратные. Сколько кусочков? Столько, столько вам. Что мне не очень ровно, ничего не означает. Потому что в тетради, у вас же бумага в ряточку, у вас, безусловно, получится красивее, чем у меня. Поэтому, пожалуйста, в вашей картинке должно быть лучше. Один, два, три, четыре, да. Впрочем, это все абсолютно одинаковые половинки квадратных. Да, десять половинок, отлично. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Отлично. Теперь вопрос. Я достану. Я еще один. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели вы действительно уверены, что вторая и третья части одинаковые половинки? Пятая или шестая части тоже разные. Почему? Потому что здесь прямоугольный треугольник с таким катетом, вот это катет, а вот это потянуло. А здесь прямоугольный треугольник с такими катетами, как вы потянуло. Понятно, да? Их размеры отличаются. Не решилась задача. Хорошо. Главную идею он понял. Я просто знаю, как это можно нарисовать, что называется, понятнее и красивее. Надо было провести вот так линию, здесь надо было вот так провести линию, здесь вот так и здесь вот так. Смотрите, в чем идея. Вы отрезаете этот кусочек и ставите его сюда, отрезаете кусочек, ставите, отрезаете, ставите, отрезаете, ставите. Получается такой вот наклонно расположенный квадрат. Понятно, что его площадь 5 клеток. То есть мы начали с 5 квадратов одной и той же площади и перекосив, получили квадрат, площадь которого 5 клеток. Иди, поняли? Ну вот, не знаю, какого красивая картинка.